1 2 3 4 1 2 и 3 и 4 и 1 здрасте мои дорогие друзья с вами роман беглов и мы сейчас затронем не менее провокационную тему чем некоторые на моем канале эта тема ритма и вообще записи себя в сетку и что нам с этим делать очень много было срачей между блогерами по этому поводу все там высчитывали миллисекунды но я думаю что мы обойдемся без срачей без вот этих вот прям миллисекунд и так далее я просто объясню суть этого явления это как я занимаюсь и как я вам рекомендую заниматься и как занимаются студенты в моей школе для этого всем гитаристам без исключения рекомендую записывать себя для этого вам понадобится звуковая карта персональный компьютер ноутбук звукозаписывающей программы не знаю можно любую бесплатную я думаю сейчас они есть я просто уже много лет на майке работаю и значит пользуюсь logic достаточно старым потому что программа это лишь оболочек вот у нас с вами есть программе сеточка которая разделена на такт и на нотки здесь вот деление стоит на 16 но ты ну вот здесь можно их поставить размер 4 четверти темпы любимые святой темп 60 ударов в минуту я вам сейчас покажу упражнение которое называется ускорение она не на скорость она ритмику она тайминг для того чтобы следили за ним это всю жизнь вам придется этим заниматься как занимаются все наши уважаемые блогеры высчитывают все эти миллисекунды это наглядный пример проверить себя насколько вы ритмично играете насколько вы все делать и правильно посмотреть вообще как у вас дела с этим обстоят но все-таки на все сто процентов я рекомендую доверять вашим ушам потому что я работал с группами где они вот прям по одной ноте склеивали вот так и растягивали это уже не музыка это уже не то значит во в диск можете записать прям идеально все там у вас будет торчать прямо на своих местах все прям с атакой со всеми делами там down строк в темпе 240 но когда выйти играть на сцену конечно такого не будет и все разочаруются поэтому давайте реально смотреть на вещи я потом дам какие-то временные советы как это все использовать вот у нас есть сетка и вот у нас кнопка рек рек есть на и мы начнем сейчас просто играть четвертый минут и еще что меня вдохновило на записи этого видео это конечно опасная такая тема потому что мы реально сейчас посмотрим на всю игру под микроскопом и вот есть множество людей у которых проблемы с ритмикой я им говорю там в процессе занятия человек занимается достаточно уже давно не первый год игру сядь поиграет но обычные как бы вот эти вот вещи в темпе 60 70 не 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 я это делать категорически не буду давай мне что-нибудь сложное потому что я уже три года учусь я не могу сыграть ничего сложного и типа зачем я тогда учусь вот так дело-то в простых вещах на самом деле но многие не понимают что дело-то в элементарных вещах они все вскрываются на любой стадии потом развитие музыканта учащегося там и так далее что мы начинаем копать 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 оказывается у нас ну там человек может не знать что такое восьмые ноты даже хотя вот на первом курсе там на первом классе музыкальной школы он там закончил музыкалку горну поиграть четвертными нотами человек играет целый человек играет там восьмые шестнадцатый но он не понимает что такое четвертные ноты это все равно что вот не понимать что в алфавите есть буква а вот поговорим про букву а б и в сегодня итак переходим с вами к самым интересным не буду вас томить включил метроном и сейчас поиграю четверти четвертные ноты на одной струне посмотрим что из этого получится 234 вот я специально спал мютом чтобы выделить вот эти но на начало как бы нот на самом деле с уж четверти играть прямо по-хорошему ну хотя все здесь сойдет вот смотрите да вот здесь хорошо видно с такой знать штукой вот мы начали здесь вот где нотка должна начинать свете и сыграл вперед вот эту сыграл уже поровнее вот вот эту поровнее но и так далее вот они пошли то есть их можно вот здесь вот отследить но в целом если в принципе сыграть вот четвертями видите они вот здесь чуть-чуть она пошла к экспертам блогерам вопрос да то есть но в целом если это все послушать но такого прям мега отвращение по ритму оно не должно вызывать у слушателя вот поэтому такие здесь могут быть значит проблемы у людей вот но если такого масштаба срезать то опять же более-менее все на своих местах так я пока это замечу я естественно кстати не просто так это сейчас вам пишу а еще отправлю все это значит на обзор до этого выпуска уважаемым людям которые мне скажут что вот здесь все ровно можно конечно покруче но все ровно значит вот первая дорога я ее как бы пока что сохраню вот сюда вот обычное задание то есть поиграть четверти подслеживать все насколько ты это все ровно играешь как бы да но опять же мы не роботы в любом случае будут какие-то отклонения плюс-минус и надо полагаться на ваши уши то есть да но хочу сказать что сыграть чуть чуть назад это лучше сыграть чем чуть-чуть вперед вот и поэтому музыкант когда он записывается он делать много 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 дублей а лучше взять какой-то кусок рифа там на несколько тактов соло песни и прямо вот отрабатывать его и записывать до идеального состояния под метроном тем самым вы сможете отработать хорошо вот опять же я не говорю что я сейчас все идеально прям делаю да вот я в таком состоянии как проснулся пришел сюда и вот сейчас вам про это рассказываем такой бытовой рутине сейчас поиграем с вами 8 ноты и посмотрим что у нас из этого получится я буду их играть ударами вниз вверх переменным штрихом то есть раз и два и три и четыре и смотрим что у нас получилось мои дорогие друзья чуть-чуть увеличиваем масштаб а у нас прям вот тут под четвертями вот здесь у нас первая нотка полезла чуть-чуть вторая нотка на месте здесь но более-менее если это все потом прослушать я думаю записать к этому дабл еще если например вы это было бы рифом каким-то да сейчас я вот здесь вот чуть-чуть и но но увидите они более менее 100 по картинке пробежаться без таких прям от отставания куда-то или забегание вперед но опять же да этим надо заниматься много ну хотя бы хотя бы давайте как я например строил в молодости свои занятия да по два цикла по пять минут вот пять минут и пять минут с перерывчиком в одну минуту я играю только четверти по одной струне вообще слева рукой ничего не делаю потом восьмые по пять минут два раза потом трюль и потом 16 это все в одном темпе потом можно накинуть там ну например две единички как бы она как бы вроде одно и то же но на самом деле мы продвигаемся чуть-чуть чуть-чуть вперед я так утрирую конечно там 60 до 70 можно в таком простом пассажа по одной струне разогнаться но тем не менее это прикольно потому что когда вы дойдете уже там но больше ста конечно там надо будет по чуть-чуть прибавлять или вы будете работать над каким-то соло или риф так это мы мьютим дорогу поиграем с вами теперь три оля три оля это у нас 38 3 оля три ноты на один удар метронома и у нас будут меняться штрихи с вами то есть правой руки мы ничего не меняем то есть 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 то есть удар метронома он будет выпадать у нас то вниз то вверх то вниз то вверх как бы ну ничего страшного в этом нет поэтому это упражнение называется ускорение которое нацелено не на скорость саму не на развитие скорости она развитие ритма то есть мы играли с вами просто сначала четверти в одном там потом 8 и каждый следующий у нас да там потом 16 будут так 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 он будет быстрее но в том же темпе сами групп групп группировка not будет быстрее чем предыдущие вот мы сейчас с вами посмотрим еще триоли 16 и не буду вас мучить этим гнусным рутинным материалом включаем метроном и сейчас рискнул на свой страх и риск на репутацию своего честного имени сыграть как бы триоли смотрим что у нас получилось так давайте увеличим масштаб так и вот посмотрим раз да вас рис вот и так далее но более-менее они так равны да ну прям таких явных корявин там нету поэтому если даже по одной линии посмотреть потом и как записать их в дабл то все будет опять же на мой взгляд это все будет нормально для меня если прям супер мега задрот конечно там можете еще раздвигать до немыслимых вообще масштабах вот вот до такой линии бывают люди раздвигали и мы причем так одно время писались с одними группами а потом я все-таки стал ездить по разным студиям спрашивать у звукачей и в основном сошлись ко мнению что когда на слух это все звучит ровно и одинаково с остальными инструментами в партии ритмически значит так оно и должно быть и вот вот эти вот микро мили как бы секунды я считаю что новый для меня лично это уже перебор вы можете такую музыку просто играю не очень интеллектуально как бы при попсована какую-то ну блин но на самом деле на мой взгляд так и есть вот и давайте с вами до эту дорогу замьютим запишем еще 16 ноты вот и посмотрим как они у нас лягут 16 нота мы играем тоже переменным штрихом по четыре ноты на один удар метронома раз два три четыре смотрим 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 вот как у нас первые нотки пошли вторые можно подраздвинуть что вы мне поверили что я прям не сверх такой идеальный игрок а живой человек вот они у нас чуть-чуть сыграно назад как бы но это лучше чем они бы сыграно были вперед это уже мы говорим про микро тайминг и кстати а вот здесь видите вот вот эти вот у нас вылезли штуки там восьмые триоли если сравнивать как бы вот эта дорога вот с этой совпадает больше и там четверть и восьмые вот сыграно были первые две чуть вперед такая волна вот по крайней мере мне очень многим уважаемые музыканты всегда говорили играет чуть чуть назад лучше чем вперед на к конечно на самом деле нужно играть ровно опять же смотрите мы теперь с вами вот что знаем из этого всего проделанного что сейчас показал так вкратце мы берем с вами ежедневник да мы ставим себе цель как бы но разогнаться ровно допустим ну пусть это будет пока 100 ударов в минуту темп простой темп 100 ударов в минуту мы с вами играем значит четвертями ну через какое-то время это если совсем у вас с ритмом проблема из вот вот прям мимо метронома играть и надо играть четвертями и надо играть долго поверьте мне ну вот без этого никак потом мы играем восьмыми триолями шестнадцатыми потом квинтолями и секстолями но про это я уже расскажу в следующем выпуске про то как музыка у нас делится на двойки на тройки как это все совмещать как это сыграть ровно сейчас мы смонтируем да этот ролик я отправлю на обзор светилом нашего значит российского ютуба и только потом это все выкину после значит рецензии в сеть вот на самом деле но мне не страшно потому что я предельно честен с вами я считаю что музыкант это человек многое зависит от настроения от его состояния здоровья от того вообще нас кунат его мыслей даже да на насколько он играет и на сцене и в студии и вообще но как бы для там для меня вот преподавание в школе в своей это основной вид деятельности и как бы конечно чтобы у тебя в жизни в голове не происходило какие эмоции вот ты пришел к тебе человек обратился с каким с какой-то просьбой с проблемы то что у него не получается разучить до что-то но у него должно это получиться надо найти вот способы этого решения пожалуйста будьте все внимательны потому что сейчас сказал это прямо от фундамент той игры в которой будет постоянно с вами по жизни не надо этим пренебрегать гать хая типа чё я лох что лишь в 60 там сидеть играть еще там все это вымерять на самом деле прежде чем играть какие-то вообще не сторонник играть там сложные вещи я не знаю чего кому можно доказать я думаю что песни они должны быть простыми и запоминающимися и красивыми вот и опять же найти свою целевую аудиторию поэтому я вам рекомендую позаниматься ритмом записывать себя в ежедневном режиме в ежедневном режиме записывать себя уделять хотя бы час в день этому и уделять большое внимание ритмики всегда как на каком бы уровне вы не находились то есть занимаетесь в год там десять лет или там там три года все время надо вы ну на держать себя форме это как спорт будет такой некий потому что с возрастом у нас все будет конечно и состояние здоровья хуже и эмоциональное может какое-то состояние конечно там человек у которого вся такая мышечная структура умственная движуха у него больше сил он конечно будет играть круче там но если с пониманием это делать в 25 лет чем 45 лет поэтому чем мы старше тем нам надо больше заниматься я как раз пойду сейчас заниматься еще у меня пару часов есть вам рекомендую сделать то же самое с ритмикой надеюсь этот ролик был вам полезен поставьте лайки напишите мне по теме что вам было бы интересно еще услышать вот по поводу ритма по поводу всех этих вещей вот я сторонник вообще самых простых вещей поэтому и чего и вам желаю чтобы это прониклось в ваше сознание и все у вас было хорошо пока